МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще 9 многоквартирных домов региона подпадают под критерии аварийных. Такие выводы сделаны на основании обследования многоквартирных домов, которое прошло в конце прошлого года. Всего в рамках этой проверки были осмотрены более 150 жилых строений в 11 населенных пунктах Нинецкого округа. Под пристальное внимание специалистов попали деревянные дома, которые были построены ранее 1985 года и не имеют системы водоотведения. Всего в нашем регионе таких строений оказалось порядка 150. Больше всего домов, подпадающих под эти критерии, находится в Нриенмаре. Здесь же и основная часть ветхих. Выявлены дома, у которых высокий уровень износа – это в городе 8 многоквартирных домов и в Макарово 1 многоквартирный дом. Данные многоквартирные дома подлежат исключению из региональной программы в силу 77-го обреженного закона, ну и жилищного кодекса. Согласно законодательству, дом признается аварийным, если общий износ конструктивных элементов, стен, крыши или фундамента превышает 70% или общий износ выше 65%. Эти дома, которые по заключению специалистов БТИ признаны ветхими, будут исключены из программы капремонта и внесены во второй этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилфонда, который начнет реализовываться с 2017 года. Непогода внесла свои коррективы в работу зимника. На трассе Нарин-Марусинск продолжают ликвидировать последствия метели. По сообщению от диспетчерской службы, обслуживающей компанией «Транзит», на зимнике сейчас действуют ограничения. Наверное, в связи с погодными условиями, плохая видимость метель, автозимник закрыт для легкового транспорта, закрыт для газового, работает 16 единиц техники, проблемные участки 17-й километр, 56-го по 60-й километр и снеголедовая переправа реки Харьяха. По данным службы спасения, 112 звонков с зимника не поступало. Тем не менее, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и не выезжать на трассу на легковом транспорте. Ограничения будут действовать до утра 15 января. Узнавать о состоянии зимника можно непосредственно перед выездом. В районе базы Наринмар-Доримстрой установлено информационное табло. Также оперативную информацию можно узнать по номерам 112 или 8 911 650 40 40. Закон о снегоходных маршрутах в Неницком округе обсудили депутаты окружного парламента. Инициатором законопроекта, который в прошлом году был принят за основу, выступил Совет Заполярного района. По словам районного главы Алексея Михеева, разработка законопроекта вызвана необходимостью на законодательном уровне создать условия для обеспечения безопасности жителей региона при передвижении на снегоходной технике между населенными пунктами. При обсуждении проекта закона законодатель Виктор Кмить отметил ряд принципиальных вопросов. По мнению депутата, необходимо уточнить основное понятие – снегоходные маршруты, которые подразумевают направление движения, а не трассы, затраты на организацию и содержание которых будут слишком финансово затратными с учетом сложных экономических условий. Кроме того, Виктор Кмить остановился на вопросе о движении по водным объектам. В целях безопасности необходимо продумать систему замера толщины ледового покрова. Обсудили участники встречи и классификацию маршрутов, введение их реестра и порядок финансирования. По итогам встречи разработчику рекомендовано до следующего заседания доработать проект закона с учетом высказанных замечаний и предложений. 98 лет назад в нашей стране появились первые комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссии по делам несовершеннолетних были призваны решить проблему детской беспризорности и безнадзорности. Для улучшения состояния здоровья населения России важно не только продолжать и развивать диспансеризацию, но и добиться преемственности лечения выявленных заболеваний. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, выступая на Гайдаровском форуме. По ее мнению, одна из важнейших задач сегодня – уделить внимание мотивации населения к поддерживающей терапии и доступности лекарств в амбулаторном звене. Программа амбулаторного лекарственного обеспечения действительно повышает ответственность пациентов и их приверженность лечению, отметил губернатор Кировской области Никита Белых. Это пока единственный регион, где работает программа лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении. Обеспечение бесплатными лекарствами для поддерживающей терапии позволило снизить количество госпитализации в связи с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшить количество выездов скорой помощи и тем самым сэкономить значительные средства. В высокотехнологичную медицинскую помощь за счет государства в прошлом году получили 196 жителей НАО. В числе пролеченных пациентов 164 взрослых жителей и 32 ребенка. В настоящее время лист ожидания включает еще 94 потенциальных пациента из Нинецкого округа. Уже два года высокотехнологичная помощь доступна не только в рамках федерального финансирования, но и за счет средств обязательного медицинского страхования, что, как правило, расширяет список лечебных учреждений, где пациент может пройти лечение. Традиционно наиболее востребованным профилем для жителей региона остается сердечно-сосудистая хирургия. В этом году операции на сердце и сосудах сделали 75 жителям округа. Еще 33 пациента ждут в федеральной базе назначения операции. На втором месте по востребованности медицинских услуг значится травматология и ортопедия. Лечение по данному профилю получили 38 жителей, 40 пациентов ждут своей очереди. Кроме того, достаточно часто за медицинской помощью с применением высоких медицинских технологий обращаются пациенты окружных онкологов, офтальмологов, педиатров, акушеров-гинекологов. По статистике, дольше всего пациенты ждут высокотехнологичную помощь по профилю травматологии и эндопротезирования. Но даже самое долгое ожидание квоты на лечение не превышает одного года. 98 лет назад в нашей стране появились первые комиссии по делам несовершеннолетних. Декрет, принятый 14 января 1918 года, положил начало государственному социальному воспитанию детей и подростков. В России стали создаваться комиссии и комитеты по делам несовершеннолетних. В советское время система перевоспитания несовершеннолетних включала тюремное заключение. На детей заводились уголовные дела, которые рассматривались в суде. Сегодня с трудными детьми работают комиссии по делам несовершеннолетних. Особо провинившихся подростков отправляют в специальные учреждения. Кроме того, в каждой школе работают социальные педагоги и психологи. Главной их задачей является контроль уровня жизни ребенка в семье, насколько благополучно себя ребенок ощущает в школе. Это работа с детьми, которые относятся к категории детей, испытывающих некоторые затруднения в общении с детьми, с преподавателями, может быть, в целом, с миром взрослых. Кроме того, в Неницком округе работает межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних. Туда входят представители спирообразования, ОМВД, прокуратуры и детский омбудсмен. В Нарьинмаре прошел традиционный новогодний бал «Маскарад». На арене Дворца спорта «Труд» собрались всевозможные сказочные и национальные герои, персонажи животного мира и волшебники. Теперь сельским читателям станут доступны книги из любой библиотеки региона. 34 окружных книгохранилища с этого года объединены в единую библиотечную систему. Это не очередное ноу-хау, а уже проверенная форма работы. Несколько десятилетий окружные читальни работали в таком режиме. После они были переданы на муниципальный уровень. Что изменится для библиотекарей округа и постоянных читателей, расскажет Алена Валей. Неницкая централизованная библиотечная система начала работать в 1978 году. Центр был в окружной столице. В 2006 году, согласно федеральному закону, она была расформирована. А сельские библиотеки перешли в муниципалитеты. С 2006 года мы ушли в сельские советы. И вот за эти 10 лет наши библиотеки перетерпели много изменений. Вот моя библиотека, в частности, называлась и муниципальное учреждение культуры, и муниципальное казенное учреждение культуры. Последний год мы были, значит, централизованной библиотечной системой государственным казенным учреждением культуры. Учредители у нас тоже были и наши муниципальные образования. Последний год у нас был, значит, субъект федерации. С этого года решено возродить прежний формат работы. Все библиотеки региона объединяются в одну большую систему. Центр библиотека имени Печкова в Наринмаре, имеющая статус юридического лица. 33 окружных хранилища книг стали филиалами. А лесозаводская библиотека теперь отдел главной. Сейчас основная работа по формированию фондов, закупкам подписки на периодические издания легли на плечи сотрудников центральной читальни. Благодаря этому у сельских библиотекарей появилось дополнительное время, которое можно посвятить изучению фондов в работе с посетителями. Улучшения почувствуют на себе и читатели. Они могут теперь пользоваться книгами всей системы, то есть всех библиотек. Теперь не надо будет, допустим, даже выгодно приобретать нам так книги. Более рационально будем мы приобретать книги, потому что не обязательно приобретать книгу в каждую библиотеку, а можно приобрести, допустим, несколько книг в какой-то библиотеке, а пользуются может вся система. Кроме того, теперь в каждой библиотеке округа можно получить любую книгу, которая имеется в фондах. Это и книжные новинки, отраслевая специализированная учебная литература. И неважно, будет это привычное печатное издание или современное в электронном варианте. Главное, читатель всегда сможет получить необходимый томик или файл. В Наринмаре пройдет финальное и ключевое мероприятие литературного проекта «Читаем вместе. Житие протопопа Авакума». Чтение произведения протопопа Авакума – первый региональный литературный онлайн-проект в Неницком округе. Он пройдет по аналогии с такими известными проектами, как «Читаем Анну Каренину» и «Войну и мир». Для чтения организатора регионального проекта музей-заповедник Пустозерск подобрали 26 самых ярких событий из жизни Авакума, описанных им самим и в житии. Протопоп Авакум считается родоначальником новой российской словесности, вольного образного слова и исповедальной прозы. Организаторы мероприятия ставят целью привлечь внимание к Авакуму как выдающемуся писателю средневековья, который донес до потомков яркий и образный разговорный русский язык XVII века. Мероприятие состоится 23 января в часовне с корабряческой поморской общины. В столице Неницкого округа стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. С 14 января по 9 февраля учащиеся образовательных учреждений региона продемонстрируют свои знания по 20 предметам школьной программы. В рамках Всероссийской олимпиады школьники всей страны проходят сложнейшие испытания за пределами школьной программы. Задания направляются из Министерства образования и науки в строго рекоментированные сроки. Впервые в 2016 году в отдаленных населенных пунктах олимпиады проведут дистанционно в присутствии общественных наблюдателей с видеосъемкой онлайн. Победители с заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают право льготного поступления в ВУЗы. По данным Неницкого регионального центра развития образования, в прошлом году в первом школьном этапе олимпиады участие принял каждый третий ученик НАУ. Общее число участников регионального этапа составит 150 человек или 279 человек олимпиад, что означает участие одного школьника сразу в нескольких предметных олимпиадах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 января православные верующие отмечают крещенский сочельник, канон богоявления или крещения. Во всех церквях совершается великое освящение воды и купание в Иордане. По данным метеорологов, погода в этот день готовит приятный сюрприз. В ночь с 18 на 19 января в Нарьинмаре ожидается от минус 13 до минус 16 градусов. Вода около 4 градусов по Цельсию. Все ли готово для любителей крещенского купания, узнала наша съемочная группа. Подготовка к крещенскому купанию в Нарьинмаре началась заранее. Компании «Чистый город» предстоит выполнить немалый объем работ. Расчистить от снега дорогу к месту купания, организовать парковочную зону для автомобилей, подготовить площадку для проруби и установить Иордань. Идет расчистка территории для проведения мероприятий крещенского купания. Полностью все силами чистого города. Купель была сделана, полностью восстановлена. На выходных будем делать мостки, полностью ступеньки, дальше уже ставить саму купель. Кроме того, территорию огородят, подключат приборы освещения и радиовещания, разобьют палатки. Крещенское купание – это особый процесс, требующий не только технической подготовки, но и духовной. Это богоявление или крещение Господне, когда мы воспоминаем то событие, которое запечатлено в Евангелии. Христос крестился в водах Иордана. Это обновление всего естества человеческого. Если внимательно слушать молитвы, которые совершаются во время освящения великого, вод, мы поймем, что она означает. Она означает обновление всего тварного естества. Чтобы обновиться и душой, и телом, по словам епископа Иакова, нужно входить в воду с добрыми мыслями. Ведь вода в этот день обладает особыми свойствами. С какими мыслями войдешь, то и получишь. По наблюдениям ученых, в Крещенский сочельник вода на планете меняет свои свойства. И связано это с положением Земли. Меняется полярность и энергия поверхностного натяжения. Вода становится мягче. Ученые даже проверили, влияет ли на жидкость воздействие церковных обрядов. Оказалось, что вода реагирует на молитвы и погружение Серебряного креста. На Руси издревле считается, что купание на Крещение способствует исцелению от различных недугов. Чтобы окунуться в холодную воду, необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Но такое купание рекомендовано не всем людям. Зимнее плавание противопоказано людям при острых и хронических стадии обострения заболеваний. Но даже если вы решились на холодное купание, рядом с купелью будут находиться врачи скорой помощи. Силовики и спасатели проинформировали, что для поддержания порядка и безопасности в месте купания будут выставлены наряды. Любовь Пюрмякова, Вадим Носкин, телеканал «Север». Ну а за неделю до Крещения на Редмарце отметили Старый Новый год. В новогодний праздник горожане отметили костюмированным балом на льду. На арене Дворца Спорта Труд собрались всевозможные сказочные и национальные герои, персонажи животного мира и волшебники. В атмосферу новогодней сказки погрузилась и наш корреспондент Валентина Чибичек. Лисы, пираты, индейцы, ведьмы, белые медведи и даже Фиона из мультфильма «Шрек». Такое разнообразие костюмов можно увидеть не только на школьной елке. Как оказалось, взрослые тоже любят менять облик. Сами делали? Конечно. Хэндвейт. И всё. Всё. Гусиные перья. С лета остались. Гусей нам дали, неощипанных. Пришлось ощипать и вот делать. Жалко, конечно, но что делать? Ради костюма, ради такого дела. Сотрудники Департамента финансов, которые пришли на маскарад практически в полном составе, приготовили костюмы со смыслом. На груди каждого финансиста висел знак «рубля» в поддержку российской валюты. Своих детей сотрудники обозначили знаком «доллар». Маленькие у нас с долларом. Доллар очень маленький. Мы надеемся, что рубль будет выше, чем доллар. Наш бюджет несколько зависит от курса доллара, от курса нефти. Надеемся, что всё будет хорошо. Команда окружной администрации предстала на льду в образе хоккеистов. По словам губернатора, этот вид спорта символизирует единый дух, сплочённость и борьбу. Мы должны быть одной командой, мы должны работать вместе, мы должны вместе достигать результатов качественного улучшения жизни наших жителей. Вы знаете, как раньше всегда говорили, кто как любит праздновать, кто так любит и работать. Поэтому у нас очень трудолюбивое население, очень здорово, замечательно, что у нас не просто появляются какие-то традиции, а то, что они сохраняются. За два часа праздника на коньки встали около 300 человек. Такую популярность можно объяснить двумя причинами. Во-первых, это бесплатный прокат коньков. Во-вторых, возможность весело отметить праздник. Как оказалось, наринмарцы любят отмечать Старый Новый год. Обычно небольшое застолье, но только небольшое, потому что праздник уже неофициальный. Что хотите пожелать всем жителям округа Старый Новый год? Всем добра, счастья, семейного благополучия. Ну и чтобы никто не болел, чтобы все были живы-здоровы. Валентина Чебичев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Всю оперативную информацию вы всегда можете найти на нашем сайте www.trk.ru. Далее прогноз погоды.